Аппаратное освещание прошло в детской поликлинике номер два. Основной круг проблем, обсуждавшихся на заседании, был посвящен социальному блоку. Губернатор отметил, что он не случайно выбрал местом проведения освещания данное медицинское учреждение. Оно представляет собой стандарт дружелюбного отношения к пациентам, которым надо поучиться в других больницах и поликлиниках. В поликлинике прикреплены 15 тысяч детей, в том числе из пригородных сел, Лаишевске и Протопоповке. В лечебном учреждении действует открытая регистратура. Создана отдельная картохранилища. В поликлинике установлен цифровой рентгенный аппарат, который позволяет передавать снимки в другие учреждения. Само здание внутри ярко оформлено, что благотворно сказывается на эмоциональном состоянии маленьких пациентов. Ремонт мы в этой поликлинике начали на средства резервного фонда президента. В конце 2017 года мы сформировали заявку, потому что с момента переезда в это здание капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Нам были выделены средства в размере 30 миллионов рублей, и в начале 2018 года мы здесь начали ремонтные работы. Ремонтные работы у нас продолжались ровно год. В продолжение темы губернатор сообщил о создании большой дирекции добрых дел. В своеобразный институт счастья войдут агентства позитивных новостей и социального предпринимательства. Кроме того, глава области призывал активнее участвовать в благотворительной общественной деятельности жен руководителей муниципальных образований. Кстати, Совет муниципальных образований области в настоящее время переживает процесс переформатирования. Именно говорим о том, чтобы мы раз в квартал встречались именно представителями различных районов в узком варианте, и раз в полгода мы собирались и в течение двух-трех дней работали с депутатами местного уровня уже на уровне губернатора. Высказался губернатор и по поводу ЧП, случившегося в Ульяновском суворовском училище. У 25 курсантов выявлены их и на кока. Еще у четырех человек диагноз не подтвержден. Восемь суворовцев находятся под подозрением. Очень-очень неприятно то, что произошло, но мы совместно с Министерством обороны очень серьезно держим ситуацию на контроле. Что называется, никто не застрахован от всяких, так сказать, моментов. В причинах мы разбираемся, службы соответствующие разбираются, которым министр поручил. Но наша задача сегодня, Сергей Ильич, оказать всю помощь, и техническую, и интеллектуальную, и физическую. Поскольку вот это вот массовое заболевание для эхинококоза, оно крайне необычное, это обычно единичные случаи, то вообще возможно, что в конечном итоге диагноз и будет как-то изменен. Ну, не бывает такого массового заболевания просто-напросто, пока оно вот в литературе не описано. После этого перешли к выполнению национального проекта «Демография». К сожалению, многие цифры не внушают оптимизма. Рождаемость уменьшается, а смертность растет. Остается высокая детская смертность, особенно в Демитровграде, Вишкаемском и Новомолоклинском районах. 30% от всех детских смертей – это травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин. Это вот эти дикие истории, когда мама не уследила, а ребенок попал в канализационную яму и там утонул, и все остальное. Это невнимание взрослых к своим детям и невозможность защитить их. Не обеспечение норм безопасности элементарной. И это, скажите, это же не история медиков. Это медик приезжает так, когда уже сделать ничего нельзя. Значит, решение у проблем должно быть комплексное. И многое в этом случае зависит от усилий власти на местах. Губернатор напомнил, что еженедельно будут обсуждаться проблемы каждого муниципалитета. Что нужно сделать, какие вопросы стоят у жителей, и как можно оздоровить ситуацию в районе. На прошлой неделе в ряде школ Ульяновска прошли эвакуации учеников. Они были связаны с анонимными звонками о возможности совершения терактора. Они были связаны с анонимными звонками о возможном совершении терактов. К счастью, ни одного случая не подтвердилось. Все школы города Ульяновска оснащены камерами видеонаблюдения. Завтра, Сергей Иванович, совместно с аппаратом АТК, мы проанализируем действия всех ответственных лиц, которые находились в этих школах, как проходило все. Вне зависимости от результатов проверки, с директорами школ пройдет инструктаж, во время которого будет рассказано о всех необходимых действиях. Встречи проводятся регулярно, ведь в школе не зря учишься, что повторение – мать учения. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня «Ульяновская правда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова